Продолжение следует... 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 чтобы вспомнить наших предков, отдать дань памяти и уважения казакам, которые 223 года тому назад высадились на этот участок Таманской земли. 1792 года 3000 казаков на байдах приплыли к этому берегу, буквально вот здесь, 100 метров отсюда. Они шли в неизвестность, они не знали, что будет, как будет, кто их встретит, как их встретят. Они пришли сюда, потому что Екатерина II вручила им верительную грамоту на владение этими землями. И первое, что они начали, вырув землянки, установив временные хаты, они начали строить православный храм. И в 1793 году храм, который носит имя Покрова Пресвятой Богородицы, был построен и до сих пор встречает всех желающих соприкоснуться с Господом Богом. Представьте, 222 года этот храм стоит, и практически за этот период времени он не пострадал. Казаки, высадившись здесь, начали заниматься обработкой земли, разведением хозяйства, но в то же время они несли государственную службу по охране южных рубежей российского государства. Для нас, дорогие братья-казаки, эта земля святая. Почему? Здесь наша душа, здесь наше сердце. Именно отсюда, с этого клочка земли, началось развитие кубанского казачества и в целом кубанского казачьего войска. Да и нашего региона в том числе. Вот с этого клочка земли. Поэтому я неоднократно говорил и говорю, что это колыбель кубанского казачества и нашего кубанского края. Но мы с вами, дорогие братья-казаки, не только вспоминаем героическое прошлое наших предков. Мы сами уже пишем свою историю. Мы видим, что своими делами, своими поступками мы зарабатываем уважение людей, жителей, прежде всего, нашего края. У нас поднимается авторитет. С 12-го года вспомним, братцы, Русь и Славу. Первое исполнение, дорогие казаки. Мы еще нигде, никогда его перед людьми не пели. Только у себя в классе. Русь и Славу. Защитим свою державу, лучше смерть, чем раздержить. На основе с пельмись не ловить, без спасения и умереть. Удержиться со врагами, не пропускать.